Индустриальные сады ОПХ Анапа оправдали вложения в их создание. В ходе выездного рабочего совещания по перспективам развития территории директор предприятия Владимир Белецкий продемонстрировал возможности молодых яблоневых саженцев. Каждое деревце зимних сортов сегодня усыпано крупными плодами, где 50 яблок на стволе интенсивного подвоя – норма. Мы смотрели в Италию, ездили в Кабардино-Балкарию, смотрели там итальянец свои саженцы обрезал специально, два дня там были прям на обрезке. Итальянец приезжался и саженцы вел. Мы с агрономом вместе ездили в Кабарду, и там два дня были прям на обрезке. В Италии мы это все ознакомились. Он категорически сказал, ни в коем случае не расслабляйте яблони. То есть нагружайте, нагружайте, не бойтесь. Но есть объективная причина для беспокойства – нехватка воды для полива. Поэтому инвестор взялся за глобальную проблему – очистку русла степных рек. Земснаряд собирают прямо на месте. За два года планируют очистить не только водосток, обеспечивающий садоводство, но и реки окрестных хуторов. Миллиоративная система с комплексом гидротехнических сооружений существует давно. По правилам она должна быть защищена ограждением. Главу города интересуют вопросы взаимодействия с местными жителями, потому что жалобы рыбаков и охотников на перекрытые проезды уже есть. То, что было по Куматарю, да, у нас там была ситуация, мы перекрыли туда проезд. То, что там были вот эти вопросы, то, что с платным проездом, это все, как сказать, небольшое недопонимание получилось. Мы все это, мы просто туда ограничили доступ. У нас на это есть все законные основания. У нас неоднократно, во-первых, у нас постоянно гидротехнические сооружения у нас в собственности. Люди сами задвижки поднимают. Люди сами регулируют воду, кучи мусора. То есть, когда к нам обратились дети, приехали, да, организована группа, все, мы спокойно их пропустили, да, то есть сделали в это. Это все… Потому что индивидуальный порядок пропуска, он подразумевает еще и чистоту после себя. Конечно. Начато строительство сортировочного комплекса и большого, и мощного холодильника с фруктохранилищем на 2,5 тысячи тонн. Это современный проект с самым мощным оборудованием. И здесь директор ОПХ Анапа акцентирует внимание на возможность проезда для местных жителей. Я же там дорогу перекрываю, как бы сказать, между бужером и субцехом, чтобы там не ездили по полям, по посевам. Но здесь я дорогу сделал. Вы можете донести, что здесь дорогу бульдозером, все равно в один трасс, бульдозер, пока тут был промежуток. Но это как? Что за дорога? Мимо… Мимо кладбища. Подожди, мимо очистных сооружений? Мимо очистных сооружений сразу выезжаешь на кладбище и пошел сюда… Отсюда, вот. Вот отсюда, Шевченко, да? Да, Шевченко дорогу сюда сделал специально, чтобы там не ездили. Новый сад в течение нескольких ближайших лет займет новые площади в 500 гектаров. Уже этим летом будет подготовлена почва и разбитые клетки под посадку не только яблок, но и сливы, груши, черешни и персика. А старые сады, где на одной территории высажены до 30 самых разных сортов персиков, со временем будут раскорчеваны. Нет, ну если вкладываются такие средства на территорию, тут понятно становится, что ни на один день… Да, мы даже банируем.